Увеличение продолжительности жизни населения – главная задача Минздрава Ульяновской области. Для этого в отрасли уже сделано немало. Преображаются больницы. Только на ремонт детской направлено больше 90 миллионов рублей. Закупается современное оборудование, повышается и профессиональный уровень медработников. О том, как достичь глобальной цели и что для этого уже сделано. Ирина Шмыгова. В приемном и хирургическом отделениях детской областной больницы продолжается первый за 30 лет работы капитальный ремонт. Инженерные сети, электрику уже заменили. Внутренняя отделка помещений в процессе. Ежегодное лечение здесь проходит 15 тысяч детей со всего региона. И чтобы медицинская помощь стала качественнее, все отделения больницы оснастили современным оборудованием. Закупалось оборудование для операционного блока. Как лампа, так и инструментария, видеоэндоскопическая стойка, которая нам позволила увеличить процент лапароскопических, то есть эндохирургических вмешательств практически в три раза. Завершение ремонта в больнице – одна из задач, которая стоит перед областным Минздравом в этом году. А в прошлом, благодаря грамотной работе медиков, удалось спасти на полторы тысячи человек больше, чем в 2022-м. Кроме того, в регионе зафиксирован самый низкий за 10 лет уровень смертности и приостановленный темпы снижения рождаемости. Таким образом, мы смогли значительный прогноз лечения уровня средней продолжительности жизни, которая при том, в 2023 году достигла 72 лет. Кроме того, в прошлом году возросла выявляемость онкопатологии, расширен перечень оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Все недоношенные дети с заболеванием сетчатки глаз получили необходимое хирургическое лечение, не выезжая в другие регионы. Внедрено профилактическое лечение инфекций нижних дыхательных путей у глубоко недоношенных детей и у детей с врожденными пороками сердца. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний у взрослых. В 2023-м диспансеризацию прошли почти 700 тысяч жителей региона. Профинансировано на профилактические мероприятия 1,4 млрд. То есть тоже очень огромная сумма, так как мы понимаем, что именно оказывая помощь на амбулаторном измене, мы быстрее выявляем заболевание и быстрее появляется возможность непосредственно прилечить больных. Сохранение здоровья и увеличение уровня средней продолжительности жизни – главная задача, которую перед собой ставит не только Минздрав, но и руководство области. Поэтому, по словам Алексея Русских, важно системно подойти к вопросу. Кроме того, уже скоро должна увеличиться заработная плата врачей. Владимир Путин поручил регионам повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. По словам экспертов, это поможет снизить дефицит кадров, а тем, кто уже сегодня, несмотря ни на что, спасает жизни и заботится о здоровье ульяновцев, вручили награды. Ирина Шмыгова и Александр Рассохин. Вести. Ульяновск.